Наташа ездит в гости со своей техникой, потому что дома не успевает в праздники ничего делать. В машине работала, у мамы буду работать. О, нас встречают, когда же дверь открыли. Здравствуйте. Чего это вы сегодня и не спите даже? Выспались? С гостями как что-то и снилось. Нам что делать? Умираться? Да. Привет. Можешь передать кого-нибудь. Кто такие? Привет. Кто такие были, ма? Не знаю, кто такие. Как на нас они смотрели или кто это? Они на всех смотрели. А в какой подъезд, Дмитрий? Они приехали? Они со второго вышли. Привет. Удобно? Да. Привет. Ну а что, вы во сколько придете? Слушай, мы уже здесь отдых зашли к маме, а то на картошку поставили. Чего тебе помочь? Все, шуба там. Ну давай, попей кофе себе. Почешь горячее. Слушай, я прям с плюнах она. Не высыпаю за праздники. Не, как ты видела, я с работы своей приехала. Я сажусь в машину, потому что она говорит, чай еще и с собой. Да. Я говорю, я у мамы хоть поставлю что-нибудь и отпускаю. Она говорит, что она будет. Куда ты кофе надела? Вот она. Да. Салат же мы еще привезли. Делаем. Куда он? Что ты должна? Что я работать должна? Мужчинку. Да я думаю, хватит этой капусты у мамы. Или мало. Потому что греновка у меня не зло осталось. А мы сейчас с креветками размешаем, все сделаем. А потом Даша отложит себе. А мы сделаем. Мы едем. Все хорошо. Все хорошо, все хорошо. Все сделаем. Вам хорошо, а нам не чем-то левый человек. А вы чего? Я говорю, как съездят. Все хорошо будет. Что я не знаю, что съездят. Все хорошо. Прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. На шторке новой пижаме что-ли? Какой новой пижаме? Футболка еще. А, а футболка, я что такую проявление, не помню. Мам, ты мне ее сама без графика сказала. А, ну, да. Да что ли, там Дед Мороз что-то в тебе? Ходит и ходит, ходит и ходит. Здесь рыба красная. А? В комнате у тебя почти порядок. Мам, почти не считается. Два часа ночи убиралась. Бедная. Бедная мама. Я шучу, конечно. Ну, они, наверное, полчаса? Сколько? Ну, минут 40. Я думаю, что я давно послал. Так. Это какое-то блюдо у нас большое. Ты еще сняла кофе? Ну, успеваю кофе пить. Так что заставляете работать. Приезжай к мамке в гости. Приговори. Мы подготовились. Сказали, ведь приедем рано. Я уже хожу прям, думаю, надо бы, что-то картошку. Надо бы уже ставить, наверное. Да, Эдюшки стал звонить, думаю. Олег еще говорит, во сколько что? Я говорю, что ничего. Я говорю, мы же едем с утра и до ночи. Да. Я говорю, нам какая разница во сколько? Так, вот сюда тут такой пойдет. А до шуми поменьше надо, да? А до шуми может прям маленькую, да? Да, даже обычную маленькую. Это до ночи без ночевки все-таки больше? Без ночевки, ты же обещала. Значит, если я без ночевки, значит, я до ночи буду. Ты же сказала, видите, разница? Где спать? Да. Мужу говорю, я хочу к маме с ночевкой поехать. А он говорит, ну давай вместе съездим. Он же не любит здесь. Ну, не только здесь вообще ночеводят. А он говорит, давай вместе съездим. Какая тебе разница, где спать? Ну, до ночи посидишь с мамой, поболтаешь. То тебе спать ложится, а то мы домой поедем. Завтрак я тебе готовлю. Ладно, если бы ты из-за завтрака сказал бы, ой, мама мне завтрак приготовит. Ты дома его все равно не готовишь. Я тебе готовлю. Поэтому, какая тебе разница, где спать? И сейчас съедем. Он такой, ну что там, во сколько чего? А я говорю, а нам какая разница? Мы же до ночи были. Поэтому я не спешу. Ушел, ушел, стыдно стало. Ты не с ночевкой же. А, то есть ты о тещи позаботился. Ты умничка у меня, да. Он всегда обо мне думал. Ой, этот же начальник придет. Надо подъезд положить. Ну что еще собирается-то? Ну вот, нам осталось башню какую-то. Мы тут собираем чуть-чуть. Пошли, да. Пойди к нам. Видишь, как нам интересно, да? Да. Сейчас посуду помоем. Так, давай, на чем у нас? А чай пить? Чай пойдем пить. Давай. Вот эту ты не сделал? Мешки. Я тебе говорю, Анетта, когда там собирает. Он такие красивые эти строит. У меня даже не получается. Вот так. Нашел? Угу. Вот молодец. Значит, пусть Наташа идет чай пить. А с краешком, тем более, это, наверное, по центру. Подожди, там еще что-то у нас. Желтенький. Смотри, какие-то штучки. Вот по бокам еще больше. Так ты все равно что-то делаешь. Наклоняться нельзя, да? Сейчас ты огребешь. Раздавишь бабушку. Ага-ка, ага-га-га. Сейчас вместе полетим. Ага-ка, ага-га. Да глянь. Да глянь. Ага-га. Ага-га. А Наташа записывает. На весь мир пугал. Пулашок. Садина. Это чего? Я тебе сейчас дам. Эй, это да! Все, ты заложников. Выпущу заложников за одну конфету. На одну конфету. Да, тет! Не-а! Значит, вы заложники. Дай конфету, дай, Шоле. Не-а! Что ж, жадный такой? Умой, еще! А выпущу из заложников только конфетку. Дай, дай, Шоле, конфетку. Это нельзя! Не-а! Не-а! Все. День, дай! Эй, спит. Лови! Лови! Понимаешь? Ну что, мы посидели у мамы. У нас люди работают. В доме свет светится. Мы отдыхаем, люди работают. Кухня собирается практически. Уже вырисовывается. Ну, в следующий раз уже досниму новинки. То, что я сняла вам с утра, особо там ничего не изменилось. Немножко. Поэтому не стала вам еще снимать. Так что сейчас обойдем свои владения и поедем домой. Оставайтесь с нами. Уже интересно. В доме все интереснее и интереснее. Хотя из-за всяких мелочей все равно расстраиваюсь. Ну, такой у меня характер еще. Надеюсь, что вам и дальше будет с нами интересно. Потому что мы уже близимся, близимся, близимся к завершению. Так что мне уже интересно. Я думаю, что и вам уже интересно. В следующий раз приедем. Я думаю, что кухня-посады уже будет состоять. Техника. Так что я уже жду, не дождусь этого момента. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что вы с нами. Всем пока-пока. Маши моим зрителям пока. Человек-привидение. В доме окошки светятся. Так хорошо. Уютненько. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заклеили мы свое безобразие. Не знаем, насколько хватит нам. Мы должны приехать сейчас на праздниках. Ну, не на праздниках, а в январе должны приехать сделать стеклышко. Собирались мы, значит, первого-второго числа приехать родственниками на дом, в беседку. А тут у нас случилось неизвестное всем чудо под названием «Разбитое стекло». Да, вот кто-то уже закрыл. А главное, никто его не разбивал. На камерах никого нет. Но стекло разбито. И холода такого не было, чтобы оно разбивалось. Интересно, что произошло и что случилось делать. И кто это. Вот внутри. Ребята молодцы, закрыли вчера. Молэ, внизу стекло. Молэ. Продолжение следует...